Мы сегодня открываем фестиваль, который называется «Всех лагеря в гости к нам». Этот фестиваль мы готовили целых полгода и очень рады, что он у нас состоится. Посвящен он вот чему. Многое разденяет народы и конфликты территориальные, и клановые, разные расприи, войны и тому подобные нехорошие вещи. Но есть одно, что неизменно всегда сближает. Это культура. Культура разных народов. И фестиваль наш называется «Фестиваль культуры». Наша библиотека имени Белинского не впервые обращается к теме национальности. В свое время проводились подобные акции. Но вот такого большого фестиваля, который мы вам представляем, еще не было. На фестиваль к нам съехались замечательные гости, которых я вам сейчас представлю. Они тоже представляют разные национальности. Первым я хотел бы представить вам эрголиньер, город Москва. Он у нас в зале. И я не буду ему слово предоставить, потому что сегодня в 6 часов состоится большая расширенная творческая встреча с ним, где можно будет задать все интересующие вас вопросы. А тема вечера обозначена так – опыт самоопределения личности в многонациональной среде. Следующий гость – Герман Садулаев, писатель из Санкт-Петербурга, который буквально только что спустился с самолета. С ним встреча состоится на закрытии 17 мая. И еще я хотел бы вам представить заочно, поскольку он сейчас в прямом эфире находится. Это Домас Чепайтис, наш гость из Вильнюсом. Но он передал письмо приветственное, которое я сейчас от его имени и зачитаю. Библиотека, как представлял Хорхе Луис Боргес, это рай. Хорошая библиотека, как говорил В. Габеринский, величайшее сокровище. Вы все очень счастливы, так как собрались в раю на земле. Передаю поздравления вашему собранию и желаю любить и жаловать вашим ангелов, библиотекарям, хранителям ваших сокровищ. Домас Чепайтис представляет такое удивительное культурное объединение, которое называется Республика Ужубис. Она расположена на территории одного из районов Старого Вильнюса. И там художники, поэты, сценаристы, музыканты создали такой культурный феномен и создали артистическую республику, где есть все условия для творчества. А сейчас я хотел сломо передать Елене Гармс, заместителю директора Литики Мебелинского по инфрационной политике.